Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами обсудить пикантные новости и слухи про Чингука и Тихиона. Дисклеймер! Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает осходить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Итак, что же произошло у нас интересного? Джей Кодиш из танцевальной команды Чингука опубликовал пост Благодарность. Большое спасибо, Чингук, ты настоящий артист, а еще очень скромный. Это была моя мечта, ставшая реальностью, работать с такой легендой, как ты. Сбылась мечта поработать с легендарными хореографами и танцовцами. Я никогда не буду воспринимать этот опыт как должное. От всего сердца благодарю Джей Кея, а также каждого из парней и всех членов команды, которые помогли нам в этом путешествии. Дружба, появившаяся здесь, сохранится на всю жизнь. Вот так тепло отзывается о Чингук и член его команды. Чингук все тот же скромный парень, как и 10 лет назад. А то многие армии начали говорить, что Чингук зазнался и стал высокомерным. Я так не считаю, он как был милым и добрым парнем, таким и остался. Поймите, он профессионал своего дела, он обязан быть раскованным на сцене и на различных шоу. И это не означает, что он ставит себя выше всех. А также в нем появилась та самая уверенность, так как он понял, на что он способен. И это придало ему сил, и он стал больше верить в себя. Очень неприятно было читать, что поклонники разочаровались в нем. Очень обидно за Чингука, тем более он так старается. И более того, он уже не тот мальчик, который находится далеко от дома. Он мужчина, взрослый мужчина. 11 ноября Чингук благополучно вернулся домой. Когда они уже начнут выходить через вип-выход? Если он, конечно, имеется. Каждый раз одно и то же. Я могу себе представить, какой это стресс для парней, а таких чрезмерно эмоциональных фанатов. У оператора камера, видимо, чуть не улетела. Чингук от страха аж весь скукожился. Но что бы ни происходило в аэропорту, Чингук неизменно вежлив. И каждый раз прощается с армией из окошка машины. А помните, как Тихен убегал от толпы? Вместе со своим сопровождающим. А поклонники бежали и кричали вслед. Так что бы они сделали, если бы догнали Тихена? Это нарушение границ человека. А как летом одна фанатка Тихену волосы вцепилась. Нет, это уже переходит все границы. Нужно уметь держать себя в руках. Мы же люди. Посмотрите, какой пост выложил в инстаграм нам Джун. И потом сразу же удалил. Это его Чингук с Тихеном научили. Неожиданный снимок. Кто-то из армии написал, что это пара от холода и палочка от леденца. Да-да. Новое видео с Чингуком от Кельвин Кляйн. Брутальный мужчина. Чем старше, тем красивее. Невероятная энергетика и харизма. Чингук. Привет, Эль. Это Чингук из BTS. И сегодня для своего выступления на Таймсквер я одет в Кельвин Кляйн. Лучшего амбассадора для Кельвин Кляйн не существует. Кельвин Кляйн Япония в Твиттер. С сегодняшнего дня в магазине Кельвин Кляйн будет установлена золотая кабинка для прослушивания в честь выхода альбома Чингука. Давайте послушаем Голден в таком же наряде, что и у Чингука. Кидлорой на Заксэнкшок рассказал о челлендже Тумач Чингуком. Он пытался меня научить, а я ужасно танцую, но он был действительно крут. Типа, нет, ты в порядке, ты можешь это сделать, у тебя это есть, заставляя меня чувствовать себя хорошо, хотя я думал, что я выгляжу ужасно. Чингук талантлив во всем, и в то же время сможет поддержать человека. ABC CBN News в своем репортаже о Тихене. В насыщенном тенорами мире кип-поп баритон царит безраздельно. Помимо того, что Ким Тихен является участником BTS, его запомнят как одного из артистов, который помог переосмыслить конкурентную музыкальную индустрию Южной Кореи. Тихена можно слушать часами, его песни, его бархатистый медовый вокал проникают в душу и сердце. Вышла Дэнс Практика, Стэндинг Нэкст Ту Ю. Эта часть со стойкой микрофона невероятно крутая, завораживающее зрелище. Эту хореографию можно разобрать на молекулы, и каждая из молекул будет потрясающая. Невероятная синхронность, вымеренная с математической точностью. Чингук с танцорами действует как единый организм. Все оточено до поворота головы. Это движение – самая сексуальная вещь, которую я когда-либо видела, и как он кайфует в этот момент. Не могу не обратить внимания на этот момент. Вероятно, во время танца цепочка зацепилась за сережку, и Чингук просто сорвал ее. Профессионал, даже и глазом не моргнул. Тэхён в инстаграм сториз. Такой Тэхён уютный на этой фотографии, в синих, необычных кроссовках. Сначала подумала, что это резиновые тапки. Кроссовки Монклер. Попалась одна информация, что Чингук в Нью-Йорке заходил в магазин Монклер и приобрел синие кроссовки. Это получается, что Тэхён хвастается подарком от Чингука? Упоминание о Тэхёне появилось в учебнике английского языка в Турции. Ким Тэхён, также известный как Ви, родился 30 декабря 1995 года. Он – южноамериканский певец, продюсер, автор песен и актер. Вокалист – южноамериканской мужской группы BTS. Правильный учебник. Интересно, это правда, или кто-то из армии напечатал данную книгу? Чингук «Standing next to you» MV фотоскетч первая часть. Крутые атмосферные фотографии. Думаю, что фотографии с крыльями будут одни из самых восхитительных изображений Чингука. Гордимся нашим Чингуком. MV фотоскетч вторая часть. Такое ощущение, что он смотрит сквозь девушку. Декорации и костюмы просто прекрасные. 12 ноября вышел скетч момента съемок клипа «Standing next to you». Став, ты потом должен опоздать на полбита. Чингук, хорошо. Став, взгляни на это раз и иди. Такой сосредоточенный все делает на высшем уровне. Отсняли сцену и Чингук, конечно же, отсматривает, что получилось. Перфекционист Чингук такой, какой он есть. Чингук «Ах, я должен был выпрямить ноги. Пол был скользкий и я боялся упасть». Я продолжаю смотреть. Это безумие. Смогу ли я смотреть туда или нет? Смотреть в камеру. Я буду думать, что смотрю на армии. Вперед! Чингук любит доводить все по максимуму, чтобы все выглядело очень красиво и правильно. Чингук, я работаю с этими танцорами со времен Севен. И есть танцоры, фанатом которых я являюсь юных лет. Я думаю, мы сможем создать самый потрясающий шедевр. Я могу себе представить, как Чингук гордится собой. Чингук, пойду переодену следующий наряд. Боже, эта соблазнительная футболка просто отвал. Чингук, крылья, увы, да, это сложно, увы. Чингук настраивает свет. Какой же он могущественный с этими крыльями. Из всех клипов, это тот, которым я взволнован больше всего. Думаю, это будет что-то новое и будет выглядеть действительно круто. Я немного обеспокоен тем, как будут выглядеть крылья. Зря волновался, все вышло круто. Чингук рассказывает о сцене с девушкой. Это мир без любви, но я влюбился. Такая концепция. На своем пути я вижу главную героиню и начинаю чувствовать что-то странное. Вот о чем эта сцена. Счастливый Чингук остался доволен проделанной работой. В конце съемок обнял режиссера. Таня Муньё поблагодарила Чингука, сказав, что он лучший и такой хороший. Чингук засмущался после этих слов. И мы все довольны. Шикарные клипы, песня. Тихён в сторис инстаграм. Интересно, это как-то связано с фото нам Джуна в парике? И что там вообще происходит? Наверное, скоро нас ждет новая женская группа. 14 ноября вышел Аюдейси Лайф с Чингуком. Прекрасное выступление Чингука и его команды. Чингук исполнил песню 7 3D Closer to You. Как же круто продуманы выступления, переходы от песни к песне. Мы получили хореографию и выступление к треку Closer to You. Я почему-то здесь увидела движение с фристайла Тихёна, но только в увеличенном темпе. Тихён позвонил продюсеру на Пи-Ди во время прямого эфира Fifty Night. Они спросили о его любимой еде, и Тихён сказал, что это Макгусу и крабовая рагу. Еще его спросили, что он делает, и он ответил, что смотрит телевизор. До этого на Пи-Ди сам позвонил Тихёну, но он пропустил звонок. Официальный мерч Чингука Голден, куртка-бомбер, футболка, браслет, одеяло, сумка на плечо, брелок, контейнер для аксессуаров, набор значков, премиум фото. Заберите все мои деньги, я хочу это все. Тихён, Хёншик и Соджон посетили веб-премьеру Беливы 2. Даже при таком качестве видео видно, какой он красивый. На этом я заканчиваю данную тему. До встречи!